Всем привет! С вами Дима Комаров и моя программа «Мир наизнанку». И сегодня мы с моим оператором Николаем отправимся в увлекательное путешествие. Проберемся сквозь непроходимые джунгли, в которых полно ядовитых змей, переплывем в самую быструю горную реку и отправимся в гости к племени людоедов, от которых живым еще никто не уходил. Коля, ты куда? Пошел в хер. Да что значит нахрена это надо? Это приключение, Коля, будет весело. Коль, ну отойди чуть дальше, сними общий план. Вообще. Коля, куда ты? Коля, ёдперный театр, ну не настолько же общий. Так, никуда не уходи, я сейчас спущусь. Коль, ну что, ты живой? Снимать можешь? Ну супер. Давай, пошли, пошли. Друзья, Коля все-таки редкий везунчик. Вы представляете, это же надо было так удачно сломать позвоночник, чтобы его верхняя часть тела продолжала функционировать, и он мог снимать. Так, на чем я остановился? Ах да. Значит, путешествие по джунглям может быть очень опасно, потому что здесь очень много диких зверей. На вас в любую секунду может напасть медведь. Пантера. Саблезубый дрозд. Кислоухий, я не знаю, кто там, попёрт. Значит, касатки разные. Друзья, удача продолжает сопутствовать моему оператору, потому что только что его в джунгли утащил очень редкий вид медведя. Гризли, его очень тяжело встретить, но Николаю повезло. Поэтому свое путешествие мы продолжим уже с Игорем. Пойдём, Игорь. Значит, Игорёк, чтобы не было такой же фигни, как с Калюней, небольшой инструктаж. Запомни, если тебя кусает паук, вот хорошая мазь. Намажешь рану, только запомни обязательно после укуса. Дальше. Если будем пробираться сквозь ядовитую чащу, вот хорошая мазь. Намажешься, только запомни обязательно до. И самое главное, Игорёк, если не дай бог мы попадём в племя похотливых аборигенов Шпиле Вилли, вот хорошая мазь. Ну, тут надо и до, и после. Друзья, нам опять несказанно повезло. Только что Игорюню укусила очень редкая ядовитая змея. Вот. Не ори ты, ну. Значит, не волнуйтесь, ни одного смертельного случая не было, так как все мы знаем, если отсосать яд в течение трёх минут, то человек выживет. Но, так как наша передача не только развлекательная, но и познавательная, мы отсосём яд через три минуты тридцать секунд. Да не переживай, ты, нормально всё будет. Что? Да, господин продюсер. Да, я понял, у нас не настолько познавательная программа, да. Понял. До свидания. О, это вы мой новый оператор, да? Гена? Очень приятно. А это Игорёк. Знакомьтесь. Ну, пойдём. Чё так долго стоишь там? Пойдём. Друзья, у нас сейчас уникальная ситуация. Мой оператор Гена пытается меня разыграть, имитируя, что попал в зыбучие пески. Ген, ну кого ты обманываешь? В джунглях нет зыбучих песков. Догоняй. Дима, бля, какой он, бля, догоняй. Вытащи меня. Вытащи меня. Друзья, у меня сразу две хороших новости. Ну, во-первых, в джунглях всё-таки есть зыбучие пески. А во-вторых, у нас новый оператор. Валера. Привет, Валера. Давайте попрощаемся с Геной и продолжим наше путешествие. Гена, пока. Ух ты, какой цепкий. Не скучай здесь. Чтобы добраться до нашей цели, до племени людоедов, мы с Валерой переплыли горную речку. Вода была очень холодная, градусов 5. И нам мы очень замёрзли. Да. Теперь, чтобы согреться, мы продолжим наше путешествие очень быстро. Побежали. Валер, что ты стоишь? Валер, ну хватит морозиться, пойдём. Друзья, так как во время переправы через реку у нас промокли все спички, я пытаюсь развести костёр таким древним способом. Казалось бы, что это очень долго и неудобно, но благодаря таким движениям хотя бы руки у меня согрелись. Валер, что ты там делаешь? Ничего. Ничего. Друзья, вообще-то разводить костёр в джунглях категорически запрещено, потому что это может привлечь внимание диких животных. Но мы так замёрзли, что решили рискнуть. И нам повезло, вокруг не оказалось ни одного животного поблизости. Мы с Геной ложимся спать, а уже завтра продолжим наше путешествие. Друзья, фортуна сопутствует нам. Оказывается, это были никакие не дикие животные, а то самое племя людоедов, которое мы искали и наконец-то нашли. Так давайте же познакомимся с их традициями. Друзья, это уникальный случай. Нам разрешили поприсутствовать на ритуале приготовления человека. Это очень древний и жестокий обычай. Но я напомню, что это племя людоедов. Нам объяснили, что в этом ритуале самое главное ни в коем случае не издавать ни единого звука, иначе... Давай камерку, она тебе все равно не нужна. Друзья, давайте посмотрим. Друзья, на этом программа «Мир наизнанку» подошла к концу. Нам пора прощаться и начинать свой долгий и тяжелый путь обратно в Украину. А Валерчику моему, оператору, повезло. Ему возвращаться не надо. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!